Летом Наташа Королёва и Тарзан отметили фарфоровую свадьбу. За 20 лет чего только не говорили про пару, то танцор живёт с певицей ради денег, то он ей изменяет, то артистка родила от другого. Исполнительница хита «Жёлтые тюльпаны» раз и навсегда расставила все точки вноты. Наташа Королёва заверила, её брак идеален. Рядом с Тарзаном она чувствует себя счастливой и желанной. А что касается слухов, то на них певица просто не реагирует. Много зависти регулярно нам устраивают какие-то провокации, пытаются внести в нашу дружную семью раскол, наговаривают на нас. Но за долгие годы у меня стала такая толстая кожа, что меня трудно пробить. Плюс есть один секрет, если я чувствую, что от кого-то идёт плохая энергия, что мне некомфортно, если я понимаю, что не хочу на себя это принимать, а сейчас очень много чёрного, плохого, я всегда говорю, между нами зеркало, зеркало к тебе от зеркала всё же отскакивает. Так что пользуйтесь, поделилась Наташа. Пятидесятилетняя звезда подчеркнула, что любимый её постоянно балует. У меня нет недостатка внимания от супруга. Надеюсь, он тоже не сильно на меня обижается, когда я очень занята и уделяю ему меньше внимания. Но мы гармонично с ним существуем и проводим вместе время в кайф, мы даже никуда не хотим выходить, тусить, нам больше нравится побыть вдвоём, сказала певица. При этом Королёва не скрывает, в семье случаются ссоры. Правда, они настолько короткие, что никто и пообижаться не успевает. Я дипломат, и мне приходится урегулировать разного рода конфликты. Самое важное – это жизнью наслаждаться и кайфовать, что и делая. Мой муж всегда делал меня счастливой и продолжает это делать, потому что мы с ним любим друг друга, а когда есть любовь, то есть и счастье. Да и сын радует. Заканчивает в следующем году университет иностранных языков, он японист и, я надеюсь, сможет поехать на стажировку в Японию. Потому что, чтобы владеть языком очень хорошо, надо пожить в стране, без этого не получится, а мне хотелось бы, чтобы он владел японским как первоклассный специалист, заключила исполнительница.